Наша настоящая перестала воевать с таким разным и богатым прошлым. Чего не скажешь об архитектуре. Завтра Всемирный день архитектуры. Но что будут говорить о Москве, где чиновники, кто по должности обязан оберегать столицу, потворствуют уничтожению её исторического облика. К сносу готовят уже целые кварталы. Александр Рогаткин оценил масштабы бедствия. Там была глухая стена, собственно, за которой и находился скид. Где ходили святые, где молились. А теперь здесь вот это. Вот посмотрите на эту пыточную машину. И это называется реконструкция. Историк Алексей Беглов после многолетних исследований установил, что именно в этом доме по Печатникову переулку в 30-х годах в самый разгар воинствующего атеизма был тайный монашеский скид. Первый и единственный в безбожной Москве монастырь в коммунальной квартире устроил отец Игнатий, умерший впоследствии в ГУЛАГе и причисленный 8 лет назад к лику святых. Власти их арестовывали, подвергали изнурительным пыткам, допросам, а потом в конце концов и убивали. Сегодня примерно такими же способами разрушается конкретная память об этих людях. Дом хотели признать памятником, но как только подали запрос в Москву наследие, это ведомство разрешило здание снести. Проектом строительства нового здания на этом месте занимается фирма Громов и Пальцев. По удивительному совпадению, один из основателей компании, Владимир Громов, оказался еще и начальником одного из управлений, Москомнаследие, которое должно защищать историческую застройку города. Вот, пожалуйста, его фамилия на плакате. В данном случае, я думаю, можно говорить о моральной ответственности данного человека. И, в принципе, вообще Москомнаследие. Руководство Москомнаследие и его начальник Валерий Шевчук от комментариев отказываются. Где-то на столах этих чиновников, отвечающих за сохранность Белокаменной, затерялось и коллективное письмо жителей Хитровки о признании этого уголка Гилеровской Москвы архитектурным заповедником. Москомнаследие обещало рассмотреть целиком всю Ивановскую горку, весь этот большой район, как заповедную зону, да, из-за ее вот уникальной именно сохранности. Но потихонечку, втихаря, происходят вот такие вещи самостроем. То есть строятся какие-то мансарды, незаконные настройки, которые, конечно, вот все эти вот замечательные исторические виды закрывают тем временем. Надстройки и какие-то откровенные сараи на заповедник явно не тянут. Прогулки по Старой Москве для краеведов – это хождение по мукам. Что же вы погубили бы такой лифт? Нет. Остается только подсчитывать погибшие шедевры архитектуры. Как в них вырезают стеклопакеты и вколачивают железные скобы для проводов и рекламы. И как вместе с барельефами и кариатидами под гусеницы бульдозеров осыпается история древнего города. Вот эти вот лица с крылышками на головах, потому что это на самом деле ветры. Эти кариатиды, да, которые одновременно перерастают в колонну, в какие-то барочные пилястры немыслимые. Их затягивают якобы для реставрации, и потом они исчезают. Так получилось. Снос и реконструкция. Совместить такое оказывается возможно с санкцией москомнаследия. Здание 1901 года на Остоженке признано аварийным. Жильцов расселили по окраинам. И тут же до прихода экскаваторов, опустевшие квартиры, сдали гастарбайтерам. Это жема сколько расселил, да? Да. А вы что-то платите за квартиру? Да. А сколько платите? 700. 700 рублей? Да. Великий кремль, да. Неплохая цена аренды для исторического здания в километре от Кремля. Дом с винтовой лестницей и толстенными метровыми стенами. Тогда думали, что строят на века, но сейчас эти дома не соответствуют современным представлениям об элитном жилье. Ни тебе в подземной парковке, ни пентхаусов с вертолетной площадкой. Поэтому под снос идут целые кварталы. В этом посадовнической набережной семь доходных домов 19 века. Судьба их, как видите, уже решена. Главный архитектор Москвы, который утверждает новые проекты, говорит, что не отвечает за то, на каком месте они будут построены. А это, если можно, давайте немножко у нас людей. Хорошо? Ну, а вы-то как сами? Я отношусь к этому, как и любой гражданин Москвы, что лучше этого не делайте. Поэтому давайте будем не просто говорить общие слова, а посмотрим конкретные проекты. Если хотите, давайте у меня. Вы виноваты главные? Почему? Я не хочу так говорить. Я не говорю виноваты. Виновата жизнь. Это жизнь. Виновата, что в Москве все лучшие места памятниками заняты. Вот не получается у новой офисной высотки на Садовом кольце подземную парковку сделать внизу метро, а рядом провианские магазины. Хоть и памятник федерального значения, а если его немного достроить, накрыть стеклянным куполом и прорыть паркинг, то менеджерам из соседнего офиса будет куда свой автомобиль поставить. Накрывать или не накрывать памятник куполом? Мэру эта идея по душе. Так уже перекрыли и гостиный двор, и хлебный дом в Царицыне. Честно говоря, у меня нет идеи фикс перекрыть двор провианских складов. Я считаю, что надо, это же музей Москвы будет теперь, сделать нормальную реставрацию в тех объемах, как были, использовать подземное пространство в обязательном порядке и на этом остановиться. Это все равно, что в Риме предложить колизей застеклить, прорыть паркинг и на этом остановиться, говорит Савва Емщиков о перестройке провианских складов. Знаменитый искусствовед и реставратор не узнает и свой, некогда тихий и уютный район. В его дворе в Армянском переулке строительство развернулось уже на месте детской площадки. Тут через два метра усадьба Тютчева у Федора Ивановича. И все дышит историей. Да, и вот впихивает, пожалуйста, вот сюда такие шлакобетонные. Пожалуйста, все. Сейчас Савва Емщиков пытается уже не свой двор отстоять, а Крымскую набережную, на которой запланирован снос ЦДХ вместе с Третьяковской галереей. И строительство на их месте апельсина архитектора Нормана Фостера. Только одна архитектура бумажная, желательно из зеленых денег. Вот это я заявляю официально. Прекратите, оставьте нам немножко той Москвы, в которой мы выросли. Самый крупный застройщик столицы, который собирается возвести 600-метровый небоскреб Москва-Сити, признается, что устал от критики столичной интеллигенции. Вы знаете, если бы люди ничего не меняли, они бы жили в пещерах. Все меняется? Или вы хотите, чтобы Москва была, так сказать, выглядела как столица Советской империи или старый купеческий город? В снесенной перестроенной гостинице Москва уже точно нет ничего от советского. Зато там непременный атрибут элитного отеля. В апартаментах-пентхаусах с видом на Кремль будет и стеклянная крыша. А старое здание, построенное 70 лет назад, оказывается, было опасно для здоровья. Оно фонило. Оно фонило. Вы понимаете, что такое фонило? Взяли, снесли здание. Построили новое здание. Точности и проемы окон. Все такое же. Почему же она другая? В первой пролетарской гостинице был знаменитый ресторан с огромными малахитовыми колоннами. После реконструкции его не будет. Решили сэкономить драгоценные столичные метры. Таких ресторанов с колоннадами в Москве было всего два. Последний дореволюционный яр, куда с 1826 года гнали своих ямщиков самые знатные купцы и князья Первопрестольной, как оказалось, тоже отдают компании Чигиринского для реконструкции. Арендаторы сверкающего ресторана и явно не требующие ремонта гостиницы «Советская» удивились. Неужели и у нас зафонило? И начали готовиться к сносу. Если уж в Москву снесли, если уж у нас, простите меня, манеж спалили, то я так понимаю, у нас может быть все. Тем ценнее холсты со старой остоженкой, хитровкой и замоскворечьем. Художники торопятся успеть бы нанести последний мазок, пока бульдозеры на натуру не выехали. Александр Рогаткин, Ася Емельянова, Татьяна Королева, Игорь Кузнецов и Виктор Приходько. Вести неделя. Субтитры создавал DimaTorzok